Дом, который строился 10 лет, сгорел за 2 часа. В редакцию Стерлитамовского телевидения обратилась семья Слепневых. Сильный пожар произошел утром 23 июля в деревне Октябрь и оставил щиту с тремя несовершеннолетними детьми без крыши над головой. Погорельцы вынуждены скитаться по съемным углам. Слепневы просят помощи у неравнодушных. Подробнее расскажет Татьяна Захарова. Когда пожар охватил весь дом, я уже вспомнил домашних своих животных и хотел их найти. И когда уже в дом пошел дым, я уже понял, что их не смогу спасти. Животных спасти не удалось. Хорошо, что сами не пострадали, рассказывает Семен Слепнев. Юноша находился в комнате с братом и сестрой, когда почувствовал запах гари. Выбежал на улицу, увидел, что крыша горит, вспоминает Семен. Вернулся в дом, помог семье выбраться через окно, так как пламя в тот момент охватило входную дверь. Это вообще неожиданно так. И очень страшно. Ходишь, думаешь, переживаешь обо всех, чтобы все уцелели, чтобы всех как-нибудь чем-нибудь спасти, чтобы что-то вытащить. Ну, тут растерянность такая была, первый раз же. Возгорание произошло в 11 часов утра на крыше дома. Как сообщают в отделе пожарного надзора, замкнула электропроводка. Первым увидел пожар и среагировал сосед напротив, Иван Уйманов. Он вызвал пожарных и вместе с супругой побежал помогать тушить огонь. Огнеборцы добрались через 40 минут. Что мы могли сделать? Шланги протянули отсюда, от моего дома сюда, то, что смогли, заливали. Застраховать дом глава семьи Константин Слепнев не успел. По словам Константина, общий ущерб составляет более трех миллионов рублей. Сейчас вся семья ютится у родственников в небольшой комнате. Константин работает продавцом продуктовом гипермаркете, жена – менеджером. Мужчина уверен, что он может восстановить дом, укрепить стены и сделать капитальный ремонт. В первую очередь до зимы необходимо поставить крышу. Но для этого семье Слепневых необходима материальная помощь. Уважаемые горожане, как вы видите, загорел наш дом. Для его восстановления необходимы теперь средства. Один я не потяну. В первую очередь нужны стройматериалы – брус, доска, металл. Буду восстанавливать своими силами. Если можете помочь стройматериалами, финансово как-то. Большая просьба. Чем можете, помогите, пожалуйста. Для тех, кто готов помочь семье Слепневых, на экране указаны номера телефонов и номер банковской карты, на которую можно переводить деньги. Татьяна Захарова, Игорь Яковлев, Стерли, Томак, Служба новостей.